Привет, мои дорогие! Я давно хотела снять видео в таком формате, и я признаю, что я являюсь фанатом такого формата видео, в которых люди рассказывают о покупках. Как правило, ты залипаешь на этом, сразу после этого ты лезешь на какой-нибудь сайт и начинаешь искать судорожно вещи, о которых рассказано в этом видео. Это не рекламное видео, нет, но я хочу поделиться своими покупками этого сезона летнего, и что я утащила на сейле, выгодное, классное. В общем, поехали! Первая вещь, в которой я сейчас нахожусь, разберем мой образ, это шелковая рубашка H&M, она достаточно непрозрачная. Эта рубашка из категории премиум quality, она из стопроцентного шелка, купила я ее на сейле за 2500 рублей. Вот такие находки я частенько делаю как раз-таки на сейле. Дальше из моего образа это браслет CELINE с жемчугом, это Old CELINE, который еще был при Фибе. Серьги у меня тоже CELINE, но это уже новый дизайнер и не Old CELINE. Ну, как-то так. Здесь будет очень много вещей, про которые вы у меня спрашивали в инстаграм, поэтому, посмотрев это видео, вы поймете, откуда они. Хотя я, в принципе, всегда отвечаю в директ на все вопросы, которые вы задаете. Первое это шорты, адские шорты, про которые у меня очень многие спрашивали. Эти шорты я купила в Лондоне, они были вот здесь более или менее закрытые, но после первой стирки они вот превратились в такие лохмотья. Мне очень нравится серый цвет, джунсы, они очень легко сочетаются со всеми вещами. Попа здесь закрыта достаточно хорошо, но вот перед очень драный. Это шорты Top Shop, купала их в Лондоне, мне кажется, за фунтов, может быть, 20. Очень люблю такие вещи, немножко гранжевые и дерзкие. Следующее, что я купила, это юбка, вот такая вот тоже драная из джинсы с необработанным краем. Это юбка из H&M. Она у меня очень большого размера, и она у меня размер европейский 38. Наверное, мне был бы этот UK 10, был бы мне как раз даже UK 6 или UK 8. Но, если честно, на сайте не было вот такого цвета синие джинсы этих юбок. Кстати, цена у нее очень-очень классная, тысяча полторы она стоила. Она из стопроцентного катона, достаточно круто смотрится, и тоже такая вещь, которая будет к тебе переходить из сезона в сезон. И даже она у меня обязательно уйдет в осенний гардероб, в котором я буду ее носить с бадлонами и с какими-то теплыми вещами. В общем, классная штука с теплыми колготками, с плотными, с грубыми ботинками, с бадлоном. Она у меня тоже будет в ходу. Следующая, пробежимся сегодня по шортам. Это тренд вареные шорты. Эти шорты конкретно из магазина Zara. Очень короткие. Я купила на сайте их и купила размер маловатый для себя, то есть они мне прям маленькие. По городу в таких ходить, наверное, не совсем корректно, потому что они очень мини-мини. Но я жду, когда я поеду зимой в Таиланд, и там я буду щеголять вот таких вот плотных стопроцентный катон в вареных шортах. Следующая покупка немного посерьезнее, но она тоже, в принципе, куплена на сейле и ждет своего сезона. Это джинсы Redan. Они у меня 26 размера. Они просто черные с добавлением эластана. И вот здесь вот у них необрезной край, который я еще немного укоротила сама и сделала вот такие бахрушки. Я показывала в своих сториз, как я делаю любые джинсы, укорачиваю сама дома. В общем, было это в сториз. Джинсы Redan у меня уже вторые по счету. Они хорошо сидят, у них настоящая такая хорошая высокая посадка. Попа в них смотрится хорошо, они очень удобные. У меня достаточно массивные ноги, мышечные, да, и они мне немного узковаты в ногах. Это единственный минус. Но ничего, я похожу, может быть, подсхудну, ноги в объемах подсолью и будет все отлично. Следующее это платье из H&M, тоже купленное на сейле. Оно вот такое вот огромное, объемное и классное. Оно из стопроцентного катона, который полностью прошит вот такой вот нитью. Это платье из серии, наверное, Trend. У меня размер S. На скидках мне обошлось где-то за 2,5 тысячи. Вообще, это платье туника. Я его просто обожаю носить с казаками, с джинсовкой, с косухой. Тоже такой вот немного стиль, может быть, и вестерн, и какой-то бог. Ну, в общем, можно по-разному обыграть. Такое очень классное базовое платье, которое у меня будет 100% из сезона в сезон переходить. Потому что я очень люблю хлопковые, качественные вещи. И обычно такие платья не деформируются, с ними ничего не происходит, и ты их очень долгое время носишь. Буду сейчас называть цены такие, чтобы мой муж посмотрел это видео, сказал, какая я экономная. Но вещей здесь, если честно, прям такая нормальная стопка, поэтому едем дальше. Люблю, обожаю кроп-топы. Решу я его, так как здесь драпировка, с какими-то лаконичными джинсами, простым чем-то. Либо шортами, либо юбкой. Следующая моя покупка уже, конечно, не масс-маркет. Это худи Сан-Лоран с такими тетеньками. У меня размер L. Чтобы вы понимали, если вы видели мои фотографии в инстаграм, то он мне как раз. Это размер L, и покупался он в подарок для моей мамы. Но моя мама просто сказала, что это маленькая кофточка коротенькая, оставляю ее себе. В общем, подарок остался у меня. Я не планировала бы никогда покупать себе худи Сан-Лоран, потому что я выпускаю свои худи Кейти Спорт, и они меня больше чем устраивают. Ну, так как возврат денег надо было заказывать, плюс, опять там, таможня-растаможня, я решила, что я его купила на сейле за 14 тысяч рублей. Ну, как бы за 14 тысяч рублей худи Сан-Лоран, так уж и быть, пусть у меня остается. Потому что и так уже заплатила за растаможку и за прочие-прочие штуки. Следующая вещь, которую как раз сегодня я в ней пойду, это вот такая вот куртка, она завязывается. Это куртка, как я говорю, байселин, только H&M. Это H&M Trend, 36 размер, UK8. Она сделана из хлопка, вискозы и льна. Внутри она такая прям льняная, у нее очень хорошо, красиво прошитая вот здесь вот в боках талия. То есть еще есть пояс, то есть она не бесформенная такая милитари, а приталенный такой вот жакет. Обожаю, люблю, ношу вот в прохладную погоду, ношу с велосипедками, с кедами, просто с платьем каким-то простым базовым, затягивая шталию и выглядит это очень красиво. Сейчас пойдет обзор моих многочисленных платьев, в которых я что-то нахапала, потому что в этом сезоне я решила, что я буду принципиально носить платье. Но первое это будет не платье, это будет накидка такая вот большая с вышивками из Zara. Обошлась мне около, на самом деле дорого, около 3000 рублей, это с учетом того, что была 50% скидка. Вот эти вот штуки в Zara обычно как-то стоят очень дорого, видимо из-за вышивок. Я заберу с собой эту красоту на море, когда как только поеду чисто ходить на пляж, когда очень жарко, это 100% хлопок и это вышивки. Мне очень нравится. Вот с этим платьем такая же история, это хлопок 100% H&M, такое вот огромное оверсайз платье, которое я взяла в размере себе. Например, у меня M, что видно хотя бы немного текстуру этого платья, оно не засвечивается. Это 100% хлопок, вовнутрь надевается вот такая вот сорочка, это тоже линия Trend. Покупала на сайте, здесь такой высокий воротник, это платье шикарно смотрится с джинсовками и прочим. Она тоже наверняка у меня будет переходить из сезона в сезон. Она стоила около 4000 рублей на сайте H&M, размер M у меня. Я в него влюблена, оно носится отлично с казаками, оно отлично сочетается с джинсовками, но оно отлично сочетается с летом, если бы лето было в Санкт-Петербурге в этом году. Потому что в этом году, к сожалению, погода подкачала и все лето я буду ходить в пиджаке, жакете и в чем-нибудь теплом, типа худе. Чая любимая просто вещь, это находка, это укороченная такая джинсовая куртка из Topshop. Покупала ее в Лондоне, такой вот, знаете, Dior by Topshop, я надеюсь, что фокусируется хоть как-то. Очень красивая джинсовая куртка, которая тоже наверняка у меня будет переходить из сезона в сезон. Размер она UK 10, то есть она такая достаточно оверсайз. Она очень круто смотрится с разными худи, если вниз одевать, с платьем коротким, вообще совсем просто смотрится очень круто. Осталось не так много вещей, которые я хочу показать. Про это платье очень многие спрашивали. Это платье, в котором я была на свадьбе у своей подруги. Здесь голая спина, это стопроцентный шелк. И если бы меня кто-то когда-то озадачил не производством спортивной одежды, а производством платьев, я бы делала их в каком-то вот таком стиле, потому что считаю, что это просто секс, невинность, нежность и потрясающий стиль. Такие платья можно носить с плотными колготками, внутрь надевать бадлон. Вот сейчас на секундочку, просто словите мысль. Ты надеваешь бадлон, вот такое легкое платье, плотные колготки и грубые ботинки. Выглядит это офигенно. Летом ты это носишь просто с голыми ногами, любой курткой, либо любой косухой, босоножками, с чем угодно. Это просто шелк, это у тебя на века будет, не знаю, переходить, если ты будешь аккуратно носить это из поколения в поколение. Фирму я сдаю явки и пароли, это вот эта фирма. Продаются они на Net-a-Porter, очень дорогие платья, стоят в районе 500 фунтов по полной стоимости, но на сейле я купила это платье за 167 фунтов. Я считаю, что это лучшее вообще мое приобретение этого летом. И еще в продолжение вот этой вот прекрасной летней рубашки, которую я схватила на сейл, я схватила на сейл еще и вот такое вот огромное платье-тунику. Она из стопроцентного шелка, стоила мне в районе 3000 рублей, когда в Москве было очень жарко. Я просто в нем пошла в кедах, в этом платье, с сумкой, с яркими аксессуарами. Тоже такая хорошая база, здесь очень откровенный такой вот вырез, но если вы правильно подберете белье, и в принципе вы можете даже стянуть вот назад весь этот вырез и надеть шорты, обыграть это как тунику с шортами. Тоже очень красиво и классно будет смотреться. Но это не все мои покупки, потому что это покупки одежды. Что-то на самом деле я разогналась, но часть этих вещей была куплена еще с мая по, получается, август. Следующее, что я купила, я просто получила вчера эту сумку. Это Match Fashion, это сумка Balenciaga I Love Techno. Я видела такие футболки, но футболку покупать за 300 евро я не готова, поэтому я купила себе за 360 евро. Вот просто слушайтесь, вот такую огромную из козьей кожи сумку-шоппер, в ней помещается вся моя жизнь. Я вообще обожаю вот такие вот огромные шопперы и постоянно ношу с собой две сумки обычно. Одна сумка у меня маленькая, в которой находятся все самые главные ценности моей жизни. Документы, права, ключи, телефон, деньги, карты. Ну это что-то такое маленькое. А все остальные рабочие, компьютеры, блокноты, камера очень часто бывает со мной. И там образцы тканей и прочее, все, что я ношу с собой, все это помещается обычно в каких-то больших таких объемных сумках рабочих, которые я также ношу с собой. Та-дам! Это казаки. Хотела я очень долгое время казаки себе Изабель Марант. Как-то там то ли половинные размеры, то ли еще что-то. Потом я их несколько сезонов ждала на сейл и как-то не дождалась. И тут я была в Москве и зашла в ЦУМ, примерила казаки Селин вот эти и поняла, что эти Селин, которые за счет такого выреза делают потрясающие узкими худыми щиколотки, вытягивают ноги. Так что девочкам на заметку, если хотите казаки, ищите себе вот с такой вот, с таким вырезом, который будет красиво обнажать вашу ногу. Это казаки Селин, тоже на самом деле достались мне по скидке 30% через моего байера по какой-то очень вкусной цене, типа 600 евро они стоили, где-то за 400 евро я их купила. Я считаю, что это прям одна из моих любимых покупок, так же как сумка в этом сезоне. И еще что я купила в этом сезоне, но буду это носить в принципе всегда, я думаю, это вот такие вот ботинки Селин, которые я хапнула по жадности своей, потому что на них был тоже адский дискаунт через своего байера, Иру, в общем, белые ботильоны, которые у меня носятся с джинсовой юбкой, с шортами, с велосипедками, рубашкой, в общем, они у меня носятся летом. Зимой и осенью мне просто жалко будет их носить, за то, что они белые, из тончайшей кожи, и в грязи я их не буду носить. Это такая, знаете, альтернатива белые кеды, вот уже каблук от одной носки я немножко убила, но, в общем, это такая очень аккуратная носка будет у них, альтернатива белым кедам, если хочется что-то удобное на долгую носку, куда-то вы идете, удобное, в общем, но каблуки. В общем, ботинки в этом плане хорошо фиксируют щиколотку, и в них намного удобнее ходить, чем в босоножках. Вот в любых босоножках устаешь из-за того, что не полностью зафиксирована нога. В общем, мой такой шапоголизм на этом закончится, потому что сейл — это то время, когда меня реально не остановить, и я покупаю вещи, которые я буду носить в текущем и будущем сезоне. Вот, и обычно на сейле я караулю всегда какой-то промокод на дополнительную скидку, и вот все вещи, которые с Neto Portera, Match Fashion, они куплены на экстра 20%, то есть к цене уже со скидкой еще промокод на 20% в дискаунт. Ну, то есть цена получается очень вкусной, так как, например, с этой сумкой Balenciaga, в которую я влюблена, я буду с ней летать, жить в ней. Сейчас Илья посмотрит это видео, вообще меня выселит вместе с моим гардеробом, и я реально пойду на улицу жить в своей сумке. В общем, шутки с шутками, я надеюсь, видео было полезным, понравилось вам, кто-то возьмет себе на заметку какие-то лайфхаки с покупками, кто-то за меня порадуется, кто-то скажет, что за дура, что она вообще покупает и так далее. Ваше мнение, welcome, пишите вообще, что вы думаете в комментариях, и расскажите, много ли вы купили на скидках каких-нибудь классных штук. Мне самой нравится формат таких видео, я их смотрю на одном дыхании, надеюсь, и вы посмотрели это видео на одном дыхании. Я хочу вам сказать огромное спасибо за просмотр, и я вас очень люблю, и целую, и пока-пока-пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok